ну что ж всем привет дорогие друзья на связи максим и это компания привлите авто и сегодня у нас на обзоре замечательный автомобиль mazda 3 у нас на ю тубе почему-то его до сегодняшнего дня не было хотя мы достаточно много привезли что это вообще за автомобиль это автомобиль из разряда хэтчбеков причем народных потому что стоят они не очень дорого если вы стоите перед муками выбора взять себе какой-нибудь городской хэтчбек вы молодой парень или молодая девушка и вы выбираете между toyota corolla sport между honda fit между suzuki swift и допустим nissan note почему именно mazda 3 вам обязательно нужно рассмотреть для приобретения в этом ролике мы сегодня об этом и поговорим в общем пару вводных про данный автомобиль это у нас по факту продолжение mazda аксела достаточно давно этот автомобиль выпускается и они решили назвать новую свою генерацию даже с правым рулем mazda 3 потому что леворуких то так и назывались mazda 3 и они пошли 2018 года даже с конца то есть они вполне себе проходные но задаешься главным вопросом в чем же соль почему их не так часто берут как toyota вот на самом деле это я хотел бы узнать и наверное сразу же начнем с его больных мест почему наверное это автомобиль не рассматривают массового приобретения это полуторалитровый мотор он здесь такой же как mazda roadster mazda roadster мы для вас поснимали вы знаете что хороший мотор хорошо едет и в целом достаточно интересная конфигурация даже на механической коробке но здесь у нас 111 сил 3 единички а в mazda roadster 136 и вот как раз таки за вот этих вот недостающих 25 лошадиных сил он кажется максимально ватным этот большой минус данного двигателя в целом он достаточно надежный это sky active g они эти mazda бывают как дизельные 18 так и даже двухлитровые версии в кузове седан здесь у нас идет двигатель в паре с автоматической коробки передач на тот кто хочет себе что-нибудь чуть-чуть повеселее может взять механику но на деле вам скажу данные моторы по хорошему нужно раздушивать как это делается я не знаю потому что mazda это такая фирма которая не дает вам полной возможности погрузиться в ее функционал и был до управления двигателем что вы могли с этим мотором что-то придумать атмосфера 111 сил к сожалению это самое грустное в этом автомобиле в общем с грустным закончили потому что грустные вещи данном автомобиле в этом месте и заканчиваются потому что внешность ну вы просто посмотрите острые формы новая оптика красивый новый свежий взгляд от mazda то есть они не испортили свой автомобиль они сделали его максимально современным по передней части у нас смотрится огромный радар который скрыт у нас шильдики mazda у нас красивая оптика причем на линзах плюс у нас спереди есть сонары а также сразу же скажу спереди есть камера которая входит в комплекс кругового обзора то есть нас зеркалах и пятой двери присутствуют камеры кстати для тех кто спрашивает пролитье mazda идут у нас на 18 дисках и это прикольно какой вы хэтчбэк видели на 18 колесах плюс резина здесь не дешевых размеров это 215 45 18 найти можно присутствует на низкопрофильная резина вкупе с тем что это 18 радиус они хорошо помещаются в арку так она еще из-за этого должна неплохо управляться и это мы обязательно проверим бак у нас находится слева а также автомобиля присутствует бесключевой доступ передних двух дверей и крышки багажника современный автомобиль а в зеркале на скрывается повторитель поворотник ну и по классике теперь говорим о задней части автомобиля что у нас здесь но тут знаете есть некие сомнения это хэтчбэк нового поколения от mazda вот так вот она видит свои хэтчбэки стопы прикольные прикольный бампер огромные вот эти боковые крылья зачем они это сделали мне непонятно но смотрится именно в концепции хэтчбэка достаточно приятно то есть если сравнить с седанами хэтчбэки немножко поспортивнее выглядит это однозначно здесь у нас также присутствуют сонары также присутствует камера заднего хода и самое прикольное что они скрыли ручку именно в саму эмблему по багажнику здесь тоже одно из преимуществ mazda что в целом для хэтчбэков здесь достаточно много места относительно своих конкурентов то есть вот у нас здесь лежат сумки пакеты здесь еще можно много чего загрузить плюс еще присутствует шторка в каком хэтчбэке вообще найдете шторку это что-то из кроссоверного и смотрится достаточно интересно жалко только не завезли электропривод багажника возможно есть комплектации про которые я не знаю которых есть электропривод багажника возможно уйдет только в двухлитровых версиях но два литра у нас под санкциями друзья поэтому к сожалению не как это что касается внешности автомобиля и вот самое прекрасное почему этот автомобиль самый лучший на рынке начинается именно в салоне и вот знаете вот именно в салоне ты начинаешь понимать что этот автомобиль лучше любого конкурента на рынке именно по качеству данного сон давайте начнем на раз самого главного во первых это космически новый салон от mazda mazda аксела ни за что не сравнится по салону с mazda 3 то есть они переработали его полностью во первых наверно что я хотел бы обратить внимание в первую очередь это посадка сидишь как в седане а самое главное здесь предусмотрено все таким образом что здесь может поместиться даже великан смотрите все я ручками дотягиваюсь вот буквально чуть-чуть чуть-чуть это говорит о том что человек даже с ростом ростом по 2 метра здесь поместится конечно же это съезд вообще место задних пассажиров потому что место для них вообще принципе не предусмотрено такие моменты думаешь а почему вообще не купе потому что задние двери не имеет никакого смысла что вы возить сзади никого не будете далее это огромнейший подлокотник как в toyota crown да вот именно огромнейший у хэтчбеков такого нет плюс открывается также как на лейке куча места под различные вещи плюс здесь есть прикуриватель hdmi usb и какая-то еще история под флешку неважно далее шайба управления мультимедией мало того что здесь мультимедиа максимально переработанная имеет bluetooth apple carplay и плюс даже с японии легко переводится на английский кнопки управления mazda в принципе славилась тем что она копирует немножечко европейцев то есть ставит от mercedes вот эти системы если вы можете посмотреть то же самый mazda xl и mercedes целый а плюс-минус все похоже то здесь доработано максимально удобно переключать громкость вертеть этой шайбой одно удовольствие кожаный селектор и два подстаканника у нас раздельный климат-контроль он в принципе идет у нас в мазице x30 такой же во многих других маздах клёво смотрится он маленький аккуратный на фотографиях может казаться что он вообще мизер но вблизи достаточно хорошо кнопка старт-стоп есть даже в автомобиле очечник чего нет тоже в большинстве хэтчбеков а еще прикольное что есть дополнительно обдув стекла который идет у нас именно из центральной стойки это опять же что-то про премиум грамотные расположены воздуходувы плюс нас огромный бардачок единственное чего не хватает чего бы я добавил это замшевую обшивку внутри бардачков потому что если бы она была все вы бы ни за что на светить бы не знали не понимали в салоне что это обычная mazda не какой нибудь премиальный lexus полный мультируль полная эргономика единственно спидометр у нас здесь немножечко старого да он по центру жидкокристаллические здесь слева обороты справа основные приборы это касаемо температуры и бака из-за клёвых нововведений это адекватная проекция на лобовое стекло не как это было раньше на экранчик а именно на лобовое вот так же у нас полностью автоматические стеклоподъемники и есть куча систем безопасности это что касается опционала за свои деньги у вас будет круговой обзор парктроники анти юз система старт-стоп ладно понятно для mazda это все есть с анти юзом плюс адаптивный круиз-контроль и центральный замок а еще задних пассажиров есть маленькая люстра которая не управлять не могут а только водитель не знаю зачем это нужно там никто никогда не будет есть кстати еще бывает музыка боус и даже сейчас здесь у нас установлены защитные накладки я под ними вижу что это не фальш накладки а здесь реально есть twitter и очень необычная функция стояночного тормоза когда вы ставите на парке становится стояночный тормоз но когда вы включаете d вам вручную нужно его снимать странно отделка вот наверно к этому сейчас подходим и понимаем что она вся мягкая здесь кожа здесь мягкая отделка здесь мягкая здесь кожа здесь кожа здесь кожа и здесь кожа и опять же если все перечислять не смотреть на шильдик вам ни за что не покажется что вы сидите в какой-то мази сто процентов это премиум за свои деньги не оператор сказал что я просто обязан протестировать здешние сиденья потому что во многих машинах я не сажусь а здесь просто должен место здесь нет от слова совсем но пока я не сел у нас здесь тоже приятные ручки здесь есть динамики колонки я вижу отсюда что здесь есть подлокотник пробуем сам за собой как есть это самый маленький ряд даже мне кажется в левине место больше в общем данный автомобиль подразумевает что здесь могли бы быть пассажиры и даже завез им подлокотники странно почему он не завез им прикуриватели но главный прикол друзья вы здесь если ростом больше метра вам здесь будет неудобно максимум здесь наверно можно перевести детей и данный автомобиль нера не подразумевается как автомобиль для перевозки задних пассажиров помогите повторюсь японцы могли вполне сделать его купе ход хэч купе как делает мини cooper и это было бы клёво зачем они вообще в принципе предусмотрели задний ряд сидений такой маленький это беда ну друзья вот вы теперь знаете что здесь пассажиров если перевезете то они вам точно не будут благодарны за это в общем выехали на мазе тестируем едем смотрим что она себя вообще принципе представляет давайте по фишкам во первых у нас есть авто дальний это прикольно что то есть недорогом хатчбеке во вторых у нас есть дублирующийся повороте кражочек нажали он три раза моргнул и прекратился по шумоизоляции достаточно тихо относительно своих конкурентов и одноклассников здесь очень тихий салон при том то что наследняя низкопрофильная резина не шумит проект все видно плохо поэтому я пожалуй сниму очки благо здесь есть очечник как в маздах во многих удобно не нужно где-то по бардачкам это все дело раскидывать приятный руль очень приятно за него держаться то есть он оспортивленный тоненькие спицы то есть это я не отметил но отмечая сейчас это очень прикольно также я вот чувствую есть подколенная регулировка ну около спортивная версия нас нет электроприводов это идет других комплектациях но подколенная регулировка это клёво что можно под себя немножечко это все дело под настроить криверс автомобиля 130 миллиметров достаточно низко поэтому должен на 18 колесах низкопрофильной резине хорошо рулится кренит немножко все равно меня по сиденью не знаю по ходу это все сделано так что особо ничего не работает газ пол динамика очень вялая вот если то есть тот самый минус 111 лошадиных сил ну для девушки может быть и пойдет для молодого пацана нажимать на газ пол и чтобы машина стояла на месте это не очень прикольно но у нас есть режим спорт причем из режимов езды только спортивно ничего другого здесь не завезли нажали на спорт что же у нас поменяется газ пол и ничего не изменилось но динамика максимально вяленькая да к сожалению но у нас здесь кстати из преимуществ автоматическая коробка передач это для тех кто не хочет покупать вариатор пожалуйста маза до сих пор ставит автоматы это с одной стороны для кого-то плюс но в динамике это минус полнейший не хватает ему тех самых там примерно 20 и 25 лошадиных сил с атома мотора но он здесь нас расположен поперек они вдоль и плюс привод передней поэтому ладно прощаем ну что ж про езду можно сделать итог моторчик слабенький но для города его вам будет предостаточно в трассе будете испытывать его нехватку подвеска в меру жесткая в меру мягкая то есть будет приятно на этом автомобиле ездить также по городу где-то немножечко перестраиваться то есть он не болтается как бегемот и в целом шумоизоляция хорошая шумка практически ничего не слышно что за бортом то есть пассажирам разговаривать будет комфортно но и немаловажный вопрос у вас возникнет про системы безопасности какие они здесь есть здесь есть удержание в полосе у меня машина прям руль подкидывает если я прижимаюсь к севой плюс она видит до впереди идущего автомобиля расстояние если я буду близко очень быстро приближаться то она сама будет притормаживать а еще что кстати не отметил по спидометру у нас слева показывается расход и справа показывается на постоянку остаток бензина то есть не нужно этот самый range искать что у нас там по расходу и что у нас здесь по остатку бензина в баке это был кратенький обзор mazda 3 конечно компромиссный автомобиль единственный главный его минус это все-таки его мотор потому что по салону он разрывает абсолютно всех конкурентов будет здесь какой-нибудь мотор от suzuki swift 1.4 turbo который очень хорошо едет или же допустим от honda civic полуторалитровый тоже самый l15b который очень хорошо едет этот автомобиль был абсолютным бестселлером а по ценам друзья вы кстати можете знакомиться на нашем сайте приоритет авто потому что цена автомобиля всегда зависит от разных факторов от пробега от комплектации от года выпуска но конкретно данный автомобиль вышел под ключ до владивостока нашему клиенту миллион шестьсот пятнадцать тысяч рублей это здесь под ключ с этими расходами ну и что же друзья давайте на этом будет с вами прощаться наследовал максим компании приоритет авто большое спасибо вам за просмотр и напишите в комментариях какой бы вы автомобиль выбрали если бы не mazda 3 потому что на мой взгляд для гражданского хэтчбэка он идеален конечно со своими минусами подписывайтесь наши все соцсети они есть нас в описании а также ставьте колокольчики ставьте пальцы вверх чтобы не пропускать наши видео на связи был максим всем пока компания priority авто надежный поставщик автомобилей с аукционов японии подбор автомобиля покупка доставка растаможивания priority авто ваш надежный поставщик